На волне Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым. В этом году исполняется ровно 15 лет тому, как программа «Ночное такси» вышла в Петербургский, а затем во Всероссийский радиоэфир. «Ночное такси» — это музыкально-информационная программа, которая рассказывает все о музыке шансона по-русски, о современной авторской песне, о той музыке, которую любят и знают миллионы людей не только в России, но и во всем русскоязычном мире. Сегодня мы расскажем вам о многом из того, что наверняка было известно вам по нашему радиоэфиру, но покажем то, что не было на экране практически никогда. Итак, первая наша рубрика «Ночное такси. История». Мы покажем вам сейчас фрагмент записи, которая была сделана нами в январе 2004 года. Именно тогда, большим фестивалем шансона по-русски, мы отметили десятилетие выхода программы «Ночное такси» в радиоэфир. С большим удовольствием покажу вам выступление Александра Розенбаума. Александр Розенбаум, встречайте. Десять лет. Я прежде всего, конечно, хочу поздравить Сашу Фрубина, Александра Викторовича Фрубина и его радиостанцию, потому что она действительно очень плодотворно работает уже десять лет. Десять лет – это большая дата. Казалось бы, маленькая очень, но десять лет, особенно в последние годы – это очень большой срок. И радиостанция служила любовь и уважение очень многих людей в нашем городе и за его пределами. С праздником! Когда усталость валит с ног и спится на ходу, Когда молчит дверной звонок, и чай не греет, И даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет. Я вспомнив правила игры, на улицу иду, мой магазин всегда открыт. В нем есть портвейн, вино давно ушедших лет, Когда отец платил за свет тридцатку в самый темный год. Голуби воркуют, слышишь, сделаю шаг, На согретой теплой крыше старый чердак, И мурашки по спине, Мальчик маленький в окне улыбнется мне. Господи, всемилостивый это же я, Может быть, приснилась мне, а может быть, пьян. Сорок лет почти один, лампу тру как Алладин, Может, это джинн. Ну как, малыш, твои дела? На третьем этаже еще все целы зеркала, И все в порядке, кинотеатры гонят план, Во весь экран фан-фан-тюльпан. Пылиться кожаный диван, ему лет сто уже, На нем когда-то ты сдавал туза к десятке, И губы подпалив бычком, Мечтал выиграть жизнь в очко, И стать артистом, как Крючков. Ну посмотри на дядю, мальчик, дядя-артист, Ну сбылась твоя мечта, но как же хочется вниз, Птицу жар держу рукой, Да поменялся б я с тобой на карман пустой. Чтобы снова выбежать в огромный наш двор, Перелезть с мальчишками через забор, И стремглав умчаться в мир, Где заиграны до дыр две колоды стир. Белье просохшее висит, Как флаги в ноябре, А город с крыши так красив, Ума лишится. Ты скоро вороньево споешь, Чумазый питерский гаврош, Сжимая гриф, как финский нож. И будешь долго у небес признания просить, До той поры, пока тебе не стукнет тридцать. Но заболтался я, пора мне покидать свое вчера, Прощай, ни пуха, ни пера. Когда усталость валит с ног и спится на ходу, Когда молчит дверной звонок, И чай не греет. И даже мой любимый пес, Поджав свой хвост, Добра не ждет. Я вспомнив правила игры, На улицу иду, Мой магазин всегда открыт, В нем есть портвин, Вино давно ушедших лет, Когда отец платил за свет Тридцатку в самый темный год. Вино давно ушедших лет, Когда отец платил за свет Тридцатку в самый темный год. В рубрике «Близкое ретро» я покажу вам сейчас фрагменты практически единственной профессиональной записи талантливого Михаила Круга, которая была сделана нами в Петербурге на музыкальном ринге в ноябре 1999 года. Наша студия и программа «Ночное такси» работали с Михаилом Кругом практически всю его творческую жизнь, 9 лет. Впервые он приехал к нам в феврале 1995 года. Тогда еще никто в Петербурге не знал этого автора-исполнителя из Твери. Самый первый его радиоэфир происходил в программе «Ночное такси» именно тогда. Затем мы подружились, работали очень много и долго, и в 1999 году пригласили его для участия в спродюсированном нами музыкальном ринге, который тогда показывался по всей сети РТР. Я с удовольствием предложу вам фрагмент выступления Михаила Круга именно в этой программе. Я брел по осенней дороге домой, под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись со мной пушистыми тенями ламп. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул, и тихо позвал, пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе, все вместе, никто не ушел. И близится он Одиночество вечер Уже не забыть никогда Тут с первой любовью Далекую встречу Одну для меня навсегда. Далекую встречу Мы долго бродили По старой двери, Где детство осталось мое, Где на кону жетона Я ставил по три, Жалея, что первым не бью, Где службу стоял Сын и крестная дочь, Простить я себя умолял. Вот белая троица В звездную ночь И дом, где крестили меня. Фа-ба-ба-ба-ба-ба-фа Фа-ба-ба-ба-фа Фа-ба-ба-фа Фа-ба-ба-ба-ва-фа Всеade. Запas Шансон, как известно, слово французское. По-французски шансон переводится просто, песня. Конечно, не мы назвали русский шансон так. Его так назвали во Франции, когда там стали издаваться записи тех людей, которые записывали эту музыку и выпускали ее там. Русскими шансонье во Франции, начиная с 60-х, 70-х годов прошлого века, называли и Алешу Дмитриевича, Владимира Полякова, Владимира Высоцкого, Булата Акуджаву, многих тех людей, записи которых потом приходили в Россию именно оттуда. Поэтому в 2007 году наша студия решила сделать постоянным цикловой музыкальный фестиваль, который носит название «Шансон двух культур». Я с большим удовольствием покажу вам сейчас фрагмент съемки, которая была сделана в декабре 2008 года в Российском центре науки и культуры при МИД России. Фестиваль стал цикловым, собирает много людей послушать эту музыку. Это совершенно не только русские, которые проживают в Париже, это масса французов, которые изучают русский язык на специальных курсах, которые располагаются в этом культурном центре. Поэтому самая свежая запись сегодня предлагается вашему вниманию в телеверсии «Ночного такси». Я хочу вам показать сейчас премьеру песни Марина Анисина и ее кузина Ирина Черняева, которая здесь еще с тех революционных времен. Мы перевели вместе мою песню, которая называется «Нелетная погода». Перевели на французский язык. Я не знаю, какой у меня французский язык, но я хочу, чтобы эту премьеру вы услышали. Я хочу спеть вам и на русском, и на французском языке в переводе Марины Анисиной и Катерины Черняевой. Субтитры создавал DimaTorzok Нелетная погода Субтитры создавал DimaTorzok И если есть так называемый грех, то это уверенность в собственной низости, Которая вносит в сознание вывих, не допуская божественной близости. И если цинизм переходит черту, за гранью которой все люди животные, Он мыслью такой укрепляет ограду, которая множит, множит, множит условия нелетные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проведя во Франции Занималась русской культурой, русским языком Помогла очень многим нашим художникам И помогла им очень серьезно В том числе, кстати, и Михаилу Шемякину в их числе Дина Верни в 1975 году записала альбом под названием «Песни ГУЛАГа» Это единственная ее музыкальная работа И именно об этом фрагмент того интервью, который мы записали в феврале прошлого 2008 года Песни я нашла в России В каждой семье Я была приглашена каждый день В каждой семье Я искала художников Это было очень трудно Я нашла очень мало Потому что Россия была закрыта Европе 30 лет Без никаких контактов Мы первые привезли Современные искусства Книги И, как вам сказать Распродукции Нового качества Живописи Никто не знал Россия была совершенно Я вам скажу это Парканской Она была Она была Не перед миром Потому что она была закрыта 30 лет Это много Для музыки Это кошмар Для всего Для художественного творчества Художество И что еще хуже Вы были первые Кто Один из первых Я не первая Мы их Мы несколько Два Два Три А потом Все пошло А вот эти песни Как пришла Мысль Их найти Каждый день Я была Приглашена В разные семьи В каждой семье Кто-то сидел В каждой семье Или он был в тюрьме Или он был в лагере То есть в корсете В этом самом ГУЛАГе Он был зэк По-русски И Это было страшно Это было непонятно Даже Для меня Это было непонятно Так я Я постаралась понять А каждая моя песня Это ГУЛАГ Мне не хватало слов В одной песне Которая очень Очень приятная Такая Она Она Говорит О Одессе Который Мой город Где я родилась И Но там не хватали слова Так мне сказали Это был Беломор канал Иди найди Кто Кто сидел В Беломор канал Они нашли Одного молодого Теперь он Профессор В Израиле Так нужно было С ним встретиться Я поехала В Израиль Я с ним встретилась Он был такой Суровый Немножко Но он Это взял Очень всерьез И он Мне дал Эти слова С большим удовольствием Представляю вам Фрагмент Концерта И интервью С замечательным Исполнителем С Вячеславом Медяником Я дружен Со Славой Достаточное число лет Мы подружились В 1996 году Когда он стал Возвращаться С концертами Из Соединенных Штатов Америки Где проживал К тому уже Достаточное число лет Слава На мой взгляд Является одним Из самых интересных Исполнителей Шансона по русски На эстраде Слава Не автор Произведений Которые он исполняет Но на мой взгляд Великолепный вокалист Интерпретатор И аранжировщик Мы записывали Фильм-концерт Его лучших песен В Петербурге В 2007 году И сегодня В рубрике Лицом к лицу Я показываю вам И фрагменты Интервью с Вячеславом И фрагменты Этого концерта Я как бы Поддавшись настроению Питерскому Все-таки И вот Нашей дружбе Знаю Что ты Зять Мною Глубоко уважаемый Аркадий Севернов Вот Я Несколько песен Из его репертуара Взял Сегодняшнюю программу Очень благодарен тебе за это Вот И я их спою Ну Именно Конечно В своей аранжировке Как я И как бы Их записывал И сегодня Со мной приехал Мой коллектив Мало того Сегодня со мной Приехал мой друг Чернокожий Американец Блэк Джек Вот Он немножко Тоже повеселит Разбавит Как бы программу Настроение Может быть Такое Позитивное Отдаст Залу Вот Блэк Джек Я думаю Тоже Его по Эфирам Радио Шансоны Слышали И знают Вот мне Пару песен Ну вот Пожалуй Программа Будет длиться Около Полутора часа Около Двух часов Я искал тебя повсюду Годы долгие Сквозь пургу И непогоду Врел И в снег Были ночи Утомительны И сонные А бывало Я встречал тебя Во сне Милая Нежная Славная Я дарил тебе Цветы Для меня Самое Главное Что весною Появилась Ты Не могу я Изменить Течение Времени Не пытаюсь Изменить Свою Судьбу Но за наши Дни Прекрасные Весенние Я отчаянно Готов Вести Борьбу Милая Нежная Славная Ты Развеяла Туман Для меня Стала Ты Главною В жизни Ты Моей Талисман Я смотрю В твои глаза Васильковые Не могу От них Свой взгляд Оторвать Открываю Для себя Что-то Новое То, что Никому Увы Не понять Милая Нежная Славная Озорная Как Дитя Для меня Самое Главное То, что Я люблю Тебя Для меня Самое Главное То, что Я люблю Тебя Ну вот И все На сегодня Дорогие Друзья Наше Эфирное Время Подошло К завершению Каждую Неделю В это же Время Телевизионная Версия Программы Ночной Такси Будет с вами В эфире Из Петербурга Спасибо вам Эти полчаса С вами провел Александр Фрумен До встречи Продолжение следует...